Всем привет! В этом видео рассмотрим, как обновить Windows 11 до версии 22H2. Проверим версию системы. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши по меню пуск, выбираем система и видим, что у меня установлена версия 21H2. Самый простой способ обновить систему до версии 22H2 через центр обновления Windows. Видим, что в моем случае уже доступно обновление 22H2 и здесь достаточно нажать на кнопку «Скачать и установить». Если на вашем компьютере обновление Windows 11 до версии 22H2 недоступно, то здесь нажмите «Проверить наличие обновлений», выполните установку последних обновлений и если обновление будет доступно, то его можно будет скачать и установить. Перед тем, как выполнять обновление Windows, не забудьте сделать резервную копию системного раздела важных файлов, которые хранятся на диске C в папках пользователя и также не помешает создать точку восстановления для быстрого восстановления системы к рабочему состоянию, если во время обновления случится какой-нибудь сбой. Итак, если вы нажали «Проверить наличие обновлений», установили все обновления, а для вашего компьютера обновление до версии 22H2 все еще недоступно и вы не хотите ждать, то обновить Windows можно с помощью помощника по установке. Для этого идем на сайт Microsoft, пишем «Скачать Windows 11», переходим на сайт Microsoft, ссылка будет в описании под этим видео, и здесь скачиваем помощник по установке Windows 11. Нажимаем «Скачать». Обратите внимание, что компьютер должен соответствовать требованиям Windows 11. Если компьютер не соответствует, то этот способ установки не подходит. У меня компьютер соответствует, помощник скачался, запускаем. На этом этапе необходимо проверить компьютер на соответствие требованиям для Windows 11 и нажать на кнопку «Обновить». Только после этого продолжится установка обновления. То есть, если просто нажать «Обновить», ничего не происходит. Скачиваем программу, проверяем компьютер и продолжаем установку, если компьютер проходит эту проверку. Итак, после проверки видим, что обновление возможно. Здесь соглашаемся с условиями лицензии, нажимаем «Принять и установить». На этом этапе выполняется загрузка всех необходимых файлов для установки новой версии Windows. И здесь необходимо просто подождать. Подготовка завершена. Для продолжения установки обновления необходимо перезагрузить компьютер. Итак, обновление успешно завершено. Проверяем версию системы. Версия 22H2. Ну и так как мы выполняли обновление с помощью помощника по установке, на диске C есть папка «Windows Hold», с помощью которой можно вернуть систему к предыдущей версии. То есть, если вас что-то не устроит в работе новой версии Windows, в течение 10 дней можно вернуться на предыдущую версию. Для этого идем в центр обновления Windows. Здесь жмем «Дополнительные параметры» и переходим в раздел «Восстановление». Видим, что есть возможность вернуться на предыдущую версию. Жмем «Назад» и таким образом отменяем установку последнего обновления. Что ж, вот таким образом выполняется обновление Windows 11 до версии 22H2. В отдельном уроке рассмотрим, что нового в этой версии и также рассмотрим, как установить это обновление на компьютер, который не соответствует системным требованиям для Windows 11. На этом все. Спасибо за внимание. С вами был Невунов Максим. Если видео было полезным, ставьте лайк, пишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на канал и до встречи в новых встречах. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok